Приветствую вас, друзья! Рад видеть на канале Доброслав 13, съедобное и несъедобное. Это Настя, это Костя, и сегодня у нас пивной обзор. Ты уже видел, что я взял? Да, интересно. Заинтриговал? Приезжал ко мне просто в гости товарищ Игорь, на основном канале кто-то видел, может мы делали колбаски говяжьи, привез мне в гостиницу вот бутылочку такого молочный стаут от компании Кёнигс. Интересное крафтовое пиво, ни разу такого не пробовал, вот конкретно данного производителя. Родилась у меня такая мысль, да, крафт, это ремесельное, все дела, сравнить его с хорошим масс-маркетом. Но в масс-маркете молочного стаута нет. И тут сегодня на глазах мне на полках попался шоколадный стаут, новинка, ну по крайней мере для Тамбова это новинка, от достаточно хорошей пивоварни, Волковской пивоварни. И что объединяет два это пива? Что отменяет? Что это стауты? Правильно, стауты, да. Только один шоколадный, второй молочный. Темный, нефильтрованный. Темный, нефильтрованный. Вот, темный, нефильтрованный стауты. А, это осветленный, а это неосветленный. Вот разница. Ну это сейчас мы будем разбираться. То есть стауты, но абсолютно в разной стилистике. Интересно, молочная только улум пила. Ну улум какая разница. Улум пила. Стаут, да. С какого начинаем? У нас два бокала. Ну давай, давай уж начнем с крафта. Отдадим даю уважение к крафту, а открывашкой будем вот такой вот открывать. Тоже, в принципе, темное пиво. За рекламу нам не платили. Ну, если что, обращайтесь. Аккуратненько пробочку попробуем сохранить. Ну, давай, молочный стаут. А, да, ты же у нас главный профессионал. Ух ты, мне кажется, даже густой такой вот по виду, да, наливает. А пенка? А пены нету. Ну а как, как, ну чё-чё-чё-чё. А где пенка? Внутри вот крупные, глянь, какие крупные пузыри. Ого. Как раньше было вот в Жигулевском. Ну-ка, подожди. Ну как так, пиво и без пенки? Ну, стал-то они вообще как-то не очень пеной славятся? Да нет. Это вот это все? Пеной, друзья мои, ну, от слова практически совсем. Ну, нет, ну вот она, видишь, подсобралась чуть-чуть. Прошу вас. Я вот что знаю о молочном стауте? Что начали его варить в 20 веке, по-моему, в 20 или в конце 19 в Британии. И у него есть одна большая очень особенность. Бирковатая. Вот молока я не чувствую. Должна чувствовать молоко? Там есть лактоза, молочный сахар. И молочный сахар, пивные дрожжи, они его не едят. И за счет этого он более сладкий должен получаться. И какой-то вот сливочно-молочный такой привкус. Сладко-горьковатый какой-то такой. Аромат. Аромат обычный. Сегодня ты будешь высказываться, а то меня обвиняешь, что я много говорю. Аромат обычный, спокойный. Вкусно. В начале 20 века, так как типа того молоко, все дела, молочный стаут, его прописывали спортсменам и кормящим матерям. Но там потом уже в 30-40-е годы уже пришло к тому, что, ну, да, пил все-таки не стоит кормящим матерям пить и спортсменам. Ароматик легкий, салат такой жененький. Ничего такого яркого нет. Я думал, будет более яркий аромат. Молока? Ну, не молока, а вообще как-то вот такого вот, солода того же какой-нибудь. Здесь просто жженый солод не очень сильный. Цвет, да, вот такой прям для стаута красивый. Темный-темный. А по характеристикам что там? Подожди, а где тут в составе какое-то молоко? Лактоза. Нет. В молочном стауте лактоза должна быть. Смотри. Состав. Вода питьевая, салт ячменный, светлый, салт ячменный, карамельный, жженый ячмень, хмель, пивные дрожжи. Интересно. Молочный стаут. А в чем его молочность? Ну, и тут вот особо сильные сладости не проявляются. Очень нейтральные. Темное пиво с легкой-легкой горчинкой. Ну, отторжение никого не вызывает. Я больше сладости здесь ждал. Ну, он сладко-горьковатый какой-то. Ну, сладко-горький. Ну, темное пиво многие как бы легкую такую сладковатость имеют. По критериям 60 килокалорий, если что, в 100 миллилитрах. Да, то есть бутылка, 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 кстати. 0,5. Честный, а, честный 0,5. Варить в Пензенской области. И крепость 6,5, 16, ну, этикетка вот приклеена неровно, 16, по-моему, да. Нет, 18, экстрактивность, вот ты говоришь, плотная. Густой, да. Ну, и, соответственно, горечь, они здесь, а, они даже не заявляют горечь, сколько, чего, как. Не суть важна. Я, честно, ждал большего. Вот от крафта, даже от российского, ну, ждешь какого-то более интересного вкуса. Просто, простой, хорошее, темное пиво, легенький стаут, ну, вот ты по вкусу можешь за что-нибудь зацепиться? Сладкий, сладкий, сладковатый, грековатый, пустоватый. То есть, вот, в нем нет, за что мы любим крафт, за что мы любим отдавать 200 рублей за бутылочку, да. Вот вспомните, там, томатки был обзор, да, или еще какого-то крафтового пива. Там же хочется говорить, обсуждать. Давай сравнивать тогда. Допьем? Допьем, однозначно, допьем. Допьем, с учетом цены обязательно. Просто я, судя по картинке, судя по названию, чего-то... Ну, веселая корова тут какая-то. Escape, это побег, побег молочный стаут. Типа корова сбежала, на этикетке разыскивается корова. Кёнигс интересная пивоварня, говорит, нормальное пиво, но тут, не знаю. Я думала, если томатный, то там томат ощущается, да? Я думала, что здесь какое-то молоко будет, что такое? Ну, сладость, сливочное молоко. Ну, такая вот молочная сладость какая-то должна быть, но ее здесь нет. Пиво нормальное, но как молочный стаут и как крафт, я не знаю. Переходим к волчку. Ну, это по факту масс-маркет. То есть здесь бутылка за 0,5 стоит в районе, там, 200 с чем-то рублей. Эта бутылка стоит около 100 рублей. Это белый ценник. Я взял по 75 рублей, соответственно, скидочная цена. Бутылка 0,45. Собственно, волковская пивоварина, наверное, в представлении не нуждается. Ну, тоже особо пены нету, да? Ну, да. Ну, а как, это вот гиннс там с азотной капсулой. И вот этот льется прямо, это, как жижи. Более жидкий. Ну, здесь, нет, здесь 17, кстати, экстрактивность. Ну, вот по виду тот гуще лился. И 6,5 крепость. То есть они прямо 18 и 17, 6,5, 6,5. Они очень-очень-очень близкие. Ну, давай теперь. Ой! Это шоколадный стаут. Это прям пахнет шоколадным. Да? Да, такой прям. Ну, вообще шоколад здесь как бы вытягивается за счет вот разных видов солда. Пивной напиток темный, нефильтрованный, осветленный, пастеризованный. Волковская пивоварня, шоколадный стаут. Состав вода, питьевая, солд, пивоваренный, ячменный, светлый, карамельный, шоколадный, по-моему. Ну, тут очень золотыми буквами на коричневом фоне бутылка 0,45. Интересно. То есть... Я уже глотнула. Да? А про аромат? Я уже говорю, шоколадочкой пахнет сразу. Ой! Да, и пьешь вот маленький глоток я сделала, сразу шоколадка, а потом горько. Ну, как-то вот немножко, может быть, даже вот чересчур силинг, вот сразу в голове, что это какое-то химоски немножко. А там как, в составе что-то? Да нет, в составе там ничего нет, просто солды и все. Не знаю, есть там какие-нибудь... Здесь, кстати, есть сахар молочный, лактоза. Вот здесь он должен был быть, лактоза. Если я не прав, я знаю, что профи пивных дегустаций... Тут ароматизатор шоколад и какао-порошок есть. Ну, вот здесь прям явно такая шоколадочка, горькая такая, 70-70%-75. Но я попробую в глотоке, сразу будет шоколад, а потом горько. Да? Ну, горько шоколадка и пивная. Вот. Ну, да. Но мы что-то не сравниваем, здесь сравниваем, по-моему. Чуть, может быть, химоза. Ну, пускай это будет сегодня просто обзор двух видов пива. И все. Мы по большому счету не сравниваем, и не было такой задачи, как бы сравнить их. Горько, но не чрезмерно горько, легкая горчинка. При этом сладко. Сладко. Ну, вот я хочу сказать, если не учитывать шоколад, то вот то как-то погуще, что ли, оно как-то вот... Да, хотя экстрактивность одинаковая. Насыщеннее как-то. Да. Оно кажется как будто более плотное. Да, да. Я вот пытаюсь это высказать. Более плотное. А это более как-то пустоватое такое. Хотя аромат сразу... Не пустоватое, более легкое, вот. Хотя крепости там и там 6,5, плотность плюс-минус одинаковая. На там одну десятую, на одну точнее единицу, на один процент. Что скажешь? Ну, он то больше понравился. Вот это? Да. Здесь вот этот вот ярко выраженный шоколад, может быть, даже слишком ярко. Но он химозный. Да. Вот он не кажется натуральным. Вроде первый эффект такой, пахнет шоколадкой. Очень ярко, очень... Да, вот это, да. А потом пьешь 2-3 глотка и нет. Кому такой может понравиться, я не знаю. Он помягче был бы лучше. Шоколад в два раза бы уменьшили. И был бы лучше, мне кажется. Да, чтобы он слегка был. Шоколадный. А здесь, ну, опять же, масс-маркет, массовый потребитель, да. Там кто-то увидел. Шоколадный стаут, да. Но он должен шоколадом. Да, здесь и дали прям вот шоколадно-шоколадно. Хотя, ты знаешь, вот, например, я бы когда-то настроение может быть без закусочек, без всего, а просто вот. Бутылочку его можно выпить, то есть он не противный. Нет, я не говорю о том, что он противный. Я говорю о том, что переборщили как-то. Чересчур шоколадный. Помнишь, был, по-моему, то ли ирландский, то ли какой-то в баночках двойной шоколад. Нет. Давно-давно, не знаю, сейчас не должен он продаваться. Когда был шоколад, он, по-моему, так и назывался, там хотя двойной шоколад, и они шоколад добавляют, прям настоящий туда. Это какао-порошок. Там такого не было. Я думаю, все-таки, мне кажется, все-таки это вот ароматизаторы. Здесь вкус насыщеннее, здесь вкус ярче. И, возможно, да, вот массовому потребителю он понравится. По большому счету 75 рублей не жалко. Не знаю, вот это поспокойнее мне больше нравится. Я с большим удовольствием выпила. Прошу вас. А вот он, да, постоял. Карбонизация, кстати, вот здесь, мне кажется, больше. А еще здесь газов совсем-совсем-совсем прям на минимуме. Черный золото. Ну, вот да, вот почему, пожалуйста, напишите в комментариях, почему воспринимается гораздо вот это вот плотнее, сытнее, нажористей. И знаешь что? Я сейчас вот немножко постояла. Какой-то вот копченость мне чудится во вкусе. Вот попробую. Не от сыра? А, ну нет, сыры у нас просто. Нет, сыры не копченые. Мы сегодня, видите, подготовились, сырку взяли. Вот попробуй. Какая-то вот в послевкусе копченость. Нет? Чернослив. Это чернослив так? Ну, я воспринимаю, как чернослив. А мне кажется, это копчено. Понимаешь, сколько людей, а не может же быть одинаковое. Если, вот, вот здесь мы воспринимаем шоколад, потому что его так жахнули сюда, что, да, здесь вот он вот сейчас тоже хоть и постоял, но здесь прям вот как вот, если растопить шоколадку на торт, когда топишь, вот целое, вот он так вот пахнет. Ну, не знаю, для меня вот это вот... А еще этот ликер так пахнет, шоколадный. Куантра. Да, прям вот такой запах. Да, точно. А я думаю, что ты мне так вот так напоминаешь? Куантра, куантра, куантра. Сейчас сливочек сюда добавим, белый, русский, почти будет готов. Ну, собственно, вот так вот. Давай, подведи итоги. Я? Крафт, молочный стаут, да, для кормящих матерей, которые использовали. Это шоколадный стаут. Вообще, как бы должно все добиваться с помощью солода. И тут, и тут, вкусы, и все. Сюда должна добавляться лактоза. По факту, здесь она есть, здесь почему-то не заявлено. Может, ее малое количество там, она не проходит. Ну, как, они все равно должны весь состав писать? Менее скольких процентов, по-моему, можно не заявлять. Да? Вот это пиво под какую-нибудь еду будет хорошо. С миском, таким с говядинкой. С говядинкой. Вот с мясом каким-то насыщенным. С джерком. Ну, с джерком, с джерком будет все вкусно, они забьют весь вкус. Ну, честно сказать, пиво хорошее, пиво нормально, мы его допьем. Ну, второй раз не кутаем. Ну, то есть, как бы, стоило оно бы 100 рублей, там, 90, ну, как вот, там, массовый сегмент, до 100 рублей. Да, за 200, там, и более рублей. Ну, вот это я тоже не куплю больше. Ну, я, скорее всего, да. Как-то оно как-то, чересчур. Я не ждал от Волковской. Я, как к Волковской, очень хорошо отношусь. Но тут перемудрили, опять же, мне кажется, вот именно под желание. Вот представишь, какая-нибудь там, я не знаю, девочка купит шоколадный. Правда, шоколадный. Правда, шоколадный. То есть, здесь, как такового, вот пивной, солодовый, хмелевой составляющий, это не ощущается. Вот здесь вот в послевкусии гораздо-горазд больше. Вроде она как бы пусто, но в то же время есть, вот видишь, ты копченый чувствуешь, я чернослив чувствую. И что там, как-то вот что-то ощущается. Он прям копченый, все. Ну, вот видишь, а я чернослив воспринимаю. А здесь просто шоколад, шоколад, шоколад и горечь, шоколад и горечь, то есть горький шоколад. Вот, все, больше как бы нет ничего. Ну, даже интереснее, но все равно тоже не... Для крафта скучно. Для того, как рассматриваем просто пиво, если отрываемся от цены, то вот это хорошее, отличное, темное пиво, крепость. У меня, кстати, по поводу крепости 6,5. А тут сколько? Тоже 6,5. Одинаковые. Да, и не ощущается ведь нигде. Пьет, то есть не спиртовой составляющей, ничего, как бы спрятано отлично. То есть в этом плане, если какое-нибудь там светлое пиво, там какой-нибудь лагерь будет 6,5%, но там уже будет прям ух. Какое следующее пиво, друзья, будем обозревать? Из шоколадных стаутов, молочных стаутов, может вы просто что-то посоветуете, что-то более такое интересное, более и доступное в широких, как бы, кругах, да? Что можно найти и попробовать, может просто, как бы, не самые удачные варианты. Кстати, я сейчас покажу, сделаю вам небольшой анонс. Игорь мне привез, он несколько бутылочек, и он привез еще вот такую, кстати, штуку. Я только что о ней вспомнил. Она называется шоколад, так и называется. Но это русский имперский стаут, шоколад. И вот дегустировать, мне кажется, его, наверное, нужно будет отдельно, или как вот вы посоветуете, как подойти к этому напитку. Имперция очень интересная, очень необычная. Срок годности у него, кстати, 3 года. Объем бутылочки 0,33 литра. Я тебе не расскажу, в чем там секреты главные. Вот. Просто скажу, что здесь экстрактивность начального сусла 32%. Все. Это все, она крепкая, что ли? Здесь была по 16, но густота, вот эта вот крепость, все. А здесь, наверное, вообще будет как соус наливаться, да? Вот, посмотрим. Я крепче 11, мне кажется, не пил, и чтобы больше 26 плотность была. А здесь заявлено, плотность 32. А помнишь, в Праге мы были когда? И какой-то... Можжевеловый пиво было. Можжевеловый пиво плотное, ты даже не допил. Да, там плотность была вот 30. Кстати, в Чехии они же крепость не заявляют, они только плотность все говорят. Я когда вот первый раз мы приехали в Чехию, не мог понять. Трасс, и написано там пиво какое-нибудь там светлое, да? 11, 12, 9. Я думаю, что она, неужели она у них все такое крепкое? Нет, а они там к крепости вообще относятся абсолютно никак. Ну, дай бог, ситуация в стране и мире станет лучше. Захотелось. В Прагу? Прага отличный город. Были мы там давно уже, почти 10 лет прошло. 10 лет прошло, вот оглянуться не успели. Но Прага это один из тех городов, куда хочется... Вернуться. В Ацловской площадь. Бжевнов клаштер. Вот в клаштер, а Сой вот находится. Очень заведение, мы там полюбили, ходили в Бжевнов клаштер. Ладно, пошли уже воспоминания, пока-пока. Мы пойдем все-таки допьемся, равно я думаю это пиво. А с вами увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok